Денег не хватает не только в областной казне. Администрации районов просят увеличить финансирование. В частности, остро не хватает денег на обеспечение безопасности в сельских и поселковых школах. В этом сегодня убедились члены общественной палаты. Они посетили учебное заведение Слободского района. Каким выводом пришли, расскажет Елена Чехомова. Что в школу деревни Шихова не всех пускают и спрашивают при входе документы, комиссию из общественной палаты области не впечатлила. Общественники уверены, безопасность местных школьников на низком уровне. Забора у вас нет? Забора нет. Значит, видеонаблюдение ни территории, даже внутри школы нет, да? Нет. Освещение у вас по территории не соответствует. Речь идет о том, что даже со стороны проезжей части школа совершенно не огорожена. Некоторые ограничения по въезду на территорию вносит лишь натянутая цепочка. Пешеходного перехода рядом нет. То, что в школе есть нарушение, руководство учебного заведения не отрицает. Но и большой вины своей в этом не видит. Обращение есть. Письменное обращение в районную администрацию, естественно, не в районную администрацию, в управлении образования, естественно, есть. Но пока в районе, я так полагаю, денег нет, поэтому нам пока не выделяются на это средство. Общественники уверяют, действительно отвечать должна и местная власть. И проблема эта не частная. Законодательство изменилось, а школы в районах по материальным причинам за ним не поспевают. Федеральными законами установлены некоторые требования по безопасности в школьных учреждениях, в награждении детей, проходах детей к месту обучения. Здесь идет как раз нарушение этого законодательства. Не хватает ресурса у кого-то пока. То есть закон выпускается, но денег пока не хватает. Наша задача немножко это ускорить. Ускорить поступление денег пытались и в другой школе Слободского района, в поселке Вахруши. Здесь рядом с учебным заведением тоже нет пешеходного перехода. Причем через дорогу стадион, и сотни детей ежедневно ходят на физкультуру. Директор школы отвечает, не можем решить проблему уже 15 лет. Мы пишем бумагу, например, в областной ГИБДД. Мы пишем бумагу, например, на наше руководство, управление образования. А занимаются этим вопросом администрация поселка. Сегодня у администрации поселка и раньше денег таких на установку этих знаков не было. А еще по периметру школы нет забора. Территория проходная. Внутри нет ни турникетов, ни охраны. Зато есть многочисленные предписания. Больше всего приезжую комиссию поразило то, что прямо на территории Вахрушевской школы находится жилой дом. Причем многоквартирный. Вот, например, вход в квартиру номер 3. Именно через это строение школьники каждый день проходят из одного здания в другое, а также на свою спортивную площадку. По всем этим недочетам будут направлены письма и в прокуратуру, и в администрацию района, и в правительство области. В сельской местности признаются, с новыми требованиями закона самим не справиться, нужна помощь. Учитывая скудное финансирование муниципалитетов, мы эту проблему решить не сможем. Даже, условно говоря, если говорить про тот же забор вокруг школы, то его стоимость по нашим приблизительным расчетам меньше миллиона точно не будет. Таких денег ни у нас, ни в районе их просто нет физически. Вот, если говорить про пешеходный переход, то же самое. Ориентировочная стоимость по нашим расчетам около 600 тысяч. Поэтому в районах надеются, что вместе с законами с федерального уровня к ним будут направляться еще и деньги на их реализацию. Елена Чехомова, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.